Приветствую всех зрителей телеканала Кубань 24. В студии Юлиана Шнайдера вы смотрите Факты Мнения. Тысяча сотрудников ГИБДД следят за порядком на дорогах Кубани. Основные причины транспортных происшествий, какие нарушения сегодня являются самыми распространенными, обо всем этом расскажет заместитель начальника отдела краевого управления ГИБДД Дмитрий Бабич. Дмитрий Витальевич, рад вас приветствовать. Здравствуйте. Итак, согласно поручению президента, к 2018 году должна быть снижена смертность на дорогах и должна быть подготовлена стратегия безопасности. Вот что делается для этого? Ну, делается все, как и до этого делалось. Предпринимаются все меры для снижения количества дорожно-транспортных происшествий и количества людей, погибших в них. Что касается стратегии, то она разрабатывается непосредственно в Министерстве внутренних дел и уже реализуется нами, согласно этих планов. Но следует сказать, что реализуется она успешно, поэтому в целом по стране и в нашем крае количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий неуклонно снижается. Миновало горячее лето, действительно горячее для Кубани и волна отдыхающих уже слынула. Можно какие-то итоги за лето подвести? Ну, на самом деле, еще для нас этот сезон не закончился. Конец сентября и начало октября будут достаточно месяца с хорошей погодой и поток туристов не снижается. Ну, что касается действительной ситуации, то за время курортного периода на Зоо-Черноморском побережье достигнуты следующие результаты работы. Мы в целом количество дорожно-транспортных происшествий предупредили, снизили на 5% по сравнению с прошлым годом. Количество погибших в них тоже снижено, уже более чем на 10% в абсолютных цифрах, это 659 человек на сегодняшний день. И, соответственно, снизилось количество лиц пострадавших данных ДТП, то есть получивших ранения, тоже более чем на 10%. В то же время, хорошим результатом работы следует назвать снижение количества дорожно-транспортных происшествий по вине пьяных водителей. Эти количества снизилось более чем на 35%, что хороший результат, и, в принципе, он соотносится с общероссийским. Ну, это, наверное, благодаря таким активным акциям, да, со стороны специалистов? Да, ранее я уже отмечал, что мы просто практически перманентно проводим эти мероприятия, направленные на выявление и пресечение таких фактов управления нетрезвым состоянием. Результаты хорошие. Опять-таки, если говорить о том, что общее количество ДТП снизилось, то количество выявленных лиц увеличилось. То есть именно те люди, которых мы выявили, впоследствии лишили права управления транспортными средствами в суде, именно они были исключены из процесса дорожного движения и не совершали данные происшествия. То есть результат, как бы, есть и положительный. Ну, а можно по статистике сказать, какое самое распространенное правонарушение на дорогах? Ну, если говорить о курортном сезоне, то, естественно, это превышение скорости. Другое дело, что фиксируем в настоящее время, вернее, в этот курортный сезон мы фиксировали исключительно средствами фото-видео фиксации, работающими в автоматическом режиме. Таких правонарушений с начала года выявлено уже более миллиона. Это самое массовое правонарушение. А что касается транзитных пассажиров, то, как правило, они едут по дорогам нашего края и просто-напросто, в отличие от местных жителей, не знают, где расположены камеры, и попадаются, штрафуются. И самое правильное в том, что они эти штрафы оплачивают. Где бы этот человек потом не находился, где бы он не проживал, этот штраф его найдет всегда. Кстати, а жители края оплачивают штрафы? На самом деле ситуация хорошая. Мы очень большое внимание уделяем данной проблеме, так же, как и руководство края. В настоящее время взыскиваемость составляет практически 90% оплаченных штрафов. Это существенные суммы. То есть мы в год где-то взыскиваем более полутора миллиардов рублей штрафов. Вы знаете, все чаще приходится слышать и видеть в новостях, что водители выезжают на дорогу и не имеют прав водительских. По каким-то причинам, но многие лишены. Это так или нет? Да, это так. Сейчас мы эту проблему выявили, решаем. Дело в том, что изменениями действующего законодательства уже давным-давно такая мера обеспечения по делу, как изъятие водительского на месте совершения правонарушения, была исключена. И уже давным-давно, несмотря на тяжесть совершенного правонарушения, у водителя на месте, на дороге водительское не изымается, временное разрешение не выдается. Ну, что дает основания полагать некоторым водителям, что несмотря что бы они там не совершили, что водительское у него действительное, право управления у него есть, они продолжают ездить. В то же время не являются на вызовы в суд и так далее. Пытаются скрыться. В итоге, что получается? Судебным решением эти водители лишены права управления. Это решение поступило к нам, мы его соответствующие учеты внесли. А водитель, либо специально, либо делая вид, что он об этом не знает, продолжает управлять транспортными средствами. То есть, будучи остановленными сотрудниками полиции, естественно, этот факт. Более того, следует отметить, что в отношении таких водителей срок лишения приостанавливается. То есть, по факту он является лишенным права управления, но до тех пор, пока он не сдаст водительское к нам, а эта обязанность возникает у него спустя три дня после вынесения постановления судом, хоть это будет 10 лет, хоть это будет 15 лет, до тех пор, пока он не сдаст водительское, он будет де-факто считаться лишенным и срок лишения будет продлеваться. Проще говоря, он будет считаться, что он идет, 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 идет. Через 5 лет придет, сдаст водительское, мы начнем срок лишения, то есть год, полтора, что назначил суд, два, и тогда они будут идти. Вот это сейчас ситуация серьезная, очень много людей с этими проблемами. Много? Вот сколько, интересно? Но если с начала года мы лишили, по нашим материалам судом было лишено около 8 тысяч водителей права управления транспортными средствами, где-то около 2 тысяч в настоящее время свое водительское удостоверение в соответствии с требованиями закона не сдали. Около 2 тысяч водителей ездят по дорогам, не имея права вообще садиться за руль. Понимаете, может быть, они и не ездят, но водительское удостоверение и не сдали. Зачастую бывает ситуация, что приходит водитель и говорит, год-два, я не ездил, я знал, что был лишен, я не ездил, но водительское не сдавал. Мы говорим, постойте, извините, есть закон, где написано, что срок лишения начинает течь с того момента, как вы сдали водительское, либо заявили соответствующим образом о его утрате. Тогда заново начинаем, собственно говоря. Ну понятно, что незнание законов не освобождает от ответственности, но почему же такое информирование, да, либо люди не пытаются понять всю глубину такой ответственности. Мы уже неоднократно говорили об этом и в средствах массовой информации, но кроме того, эти все изменения законов довольно жестко обсуждались. Доводились до граждан, я не знаю, правовой нигилизм, конечно, присутствует. Дело в том, что лишение права управления транспортными средствами влечет, кроме самого факта лишения, еще и последствия в виде того, что для того, чтобы вернуть это водительское, нужно провести определенные мероприятия. То есть нужно сейчас сдать экзамен теоретически после лишения. Если любое правонарушение, которое повлекло, будь то выезд на полусустречное движение, превышение скорости, любой факт лишения, последствий, чтобы вернуть водительское, нужно сдать теорию. Употребление алкогольных напитков за рулем и наркотических от этих ситуаций отключается тем, что еще при возврате водительского нужно предъявить медицинскую справку об отсутствии медицинских противопоказаний к управлению. Ну а тем людям, кто попался за употребление наркотиков и так далее, естественно, это вдвойне сложно и нужно будет доказать, что ты уже не наркоман. Но это все в медицинских учреждениях. Поэтому такие вот действия водителей управления ВНС или управления наркотическим состоянием, последствия самые пренеприятнейшие, как вы видите. Давайте, пользуясь случаем, я еще задам вам вопрос. Ситуации разные бывают. Понятно, что с теми, кто ездит без прав и знает об этом, это одна ситуация. А те, кто просто забыл права, такие же водители тоже бывают? Да, естественно, такие бывают. Штраф 500 рублей. То есть мы таких водителей, если выявляем, водительское удостоверение отсутствует, дома забыл и так далее. Ну, наши учеты, база данных позволяет спокойно и довольно быстро проверить, получал человек это водительское, действителено у него, не истекли срок давности. Просто дело в том, что истечение срока давности. Вот, кстати, тоже актуальная тема. Какие-то нововведения есть? Это не нововведение. Это на самом деле в 296-м федеральном законе о безопасности дорожного движения, данным давно существует эта норма, что если срок действия водительского удостоверения истек, то действительно не только само удостоверение, не действительно право управления. То есть человек считается, что он никогда его и не получал. И ответственность наступает соответственно. Еще без водительского удостоверения, которое оставлено дома, это 500 рублей штрафа. А если речь идет о том, что истек срок водительского удостоверения, это уже 5000 штрафа. Суммы как бы разнятся. Какая дорожная ситуация на сегодняшний день на Кубани? Дорожная ситуация можно назвать напряженной. Именно по-прежнему из-за большого количества транзитного транспорта, который следует через наш край. Дело в том, что все сначала поехали отдыхать, теперь они будут возвращаться. Это будет длиться до середины-конца октября. Я имею в виду именно транзитный транспорт. Ну и, конечно, ремонтные работы создают определенные трудности как для движения граждан нашего края, так и для транзитных водителей. Ну и еще один вопрос. В крае проводятся регулярно профилактические мероприятия. Какие акции актуальны на сегодняшний день? И что в планах ГИБДД дальше? Ну вот в настоящее время, в понедельник, начался декадник мотоциклистов. Потому что погода хорошая, люди закрывают сезон. К большому нашему сожалению, далеко не все водители мото являются легитимными водителями, которые соблюдают право дорожного движения, регистрируют, страхуют и так далее. Большое количество дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов. Ну и, как правило, они влекут самые плачевные последствия для самих мотоциклистов. Еще у нас планируется проведение операции пешеход. Дело в том, что мы обеспокоены большим количеством рост, количество ДТП с участием пешеходов. Допустим, только за истекшие сутки было зарегистрировано 8 ДТП с участием пешеходов. Причем 5 из них были совершены по вине водителей, которые допустили наезд в зоне действия пешеходного перехода. То есть, что у нас водители не обращают внимания на знаки, на дорожную разметку и на самих пешеходов. Кстати, я как водитель хочу еще сказать, что есть и очень много пешеходов, которые не обращают внимания на знаки. В случае проведения такой мероприятия правоприменение будет осуществляться как в отношении пешеходов, так и в отношении водителей. Кроме прочего, это отдельная позиция будет идти деятельность наша по контролю за состоянием разметки уличной дорожной сети в зоне действия пешеходных переходов, в зоне их размещения. То есть, за самим дорожным фактором, который зачастую тоже является причиной ДТП. И еще один вопрос. Давайте вернемся к тем, кто имеет права, не имеет права. Вот, кстати, что предпринимается здесь, в этой части? Вы будете как-то ужесточать контроль за этим или нет? Конечно. Но у нас есть камеры фото-видео фиксации, которые мы активно используем не просто как фиксирование правонарушений, но и как выявление самих правонарушителей. Проще простого, информация о транспортных средствах, о собственниках транспортных средствах таких водителей, об их транспорте будет занесена в базу данных этой системы. И эти транспортные средства будут останавливаться из потока и проверяться на наличие собственника за рулем, собственно говоря. И мы уже заранее знаем, что он правоуправления лишен. Другое дело, что он об этом не знает, но это, собственно говоря, его проблемы. А, как правило, это все-таки знает, но ездит. Дмитрий Толеевич, спасибо вам большое за это интервью, за то, что вы к нам пришли. Я напомню сегодня о дорожных нарушениях, также об акциях, которые будут проведены в ближайшее время, рассказал Дмитрий Бабич, заместитель начальника отдела краевого управления ГИБДД. Вот таким было сегодня мнение. С вами была Юлиана Шнайдер. Всего доброго и до встречи на канале Кубань-24.